Уважаемые коллеги, вебинар, который называется «Очень поколения Z в чтении по символическому английскому фокусу». Я, наверное, начну с того, что объясню, почему мы заявляем именно о поколении Z. И напомню, что это за поколение, потому что это действительно важно, важно то, каких детей мы обучаем в настоящее время. Итак, поколение Z – это те дети, которые родились после 2000 года, то есть родились уже в то время, когда существует цифровая действительность, скажем так. И это те дети, которые себя из этой цифровой действительности не мыслят и просто не помнят. И это дети, которые характеризуются, естественно, какими-то определенными качествами. И эти качества очень важны для нас, учителей, потому что мы как раз и это поколение тоже обучаем. Итак, чем же они характеризуются, эти дети? Прежде всего, они, как я уже сказала, не могут себе представить жизнь без современных гаджетов. И они привыкли получать огромное количество, большой объем информации в очень короткое время. То есть, в принципе, с мобильным интернетом они имеют доступ к любой информации, и они привыкли ее получать действительно в ограниченное какое-то время. Это дети, которые привыкли думать глобально, и это дети, которые не могут уже сконцентрироваться долгое время на какой-то одной информации, потому что они жаждут чего-то нового. И поэтому у них есть проблемы с вниманием, им важно менять виды различных заданий и работ для того, чтобы интерес этот сохранялся. Эти дети гораздо лучше воспринимают наглядную информацию, то есть для них все необходимое визуализирование, потому что вот эти образы, которые представляет интернет, они именно в таком виде. Этих детей еще называются антониалами, наверное, вы слышали этот термин. И, конечно же, современные ОНК не могут игнорировать эти характерные черты. Я думаю, что вы сами, если уже какое-то время преподаете, то можете сравнить детей, ну, той же начальной школы, допустим, этого года и взять несколько лет назад, и видите, насколько они все-таки отличаются, и насколько новые проблемы встают перед учителями для того, чтобы процесс обучения проходил более эффективно. И наш комплект английский фокус для начальной школы тоже, естественно, старается учесть все эти способности и возможности детей данного поколения. И не случайно мы начинаем детей учить читать именно так называемым глобальным методом, то есть целыми словами, потому что вот одна из причин это как раз особенность этого поколения Z. Ну, и переходя к чтению, я хочу сразу сказать, что понятно, почему это умение является не более важным, потому что вы знаете, что от того, насколько ребенок успешно читает на родном языке, зависит его успехи изучения других предметов. То же самое у нас происходит и в английском языке. Если мы не научим ребенка хорошо читать, то вряд ли можно ожидать каких-то достаточно хороших успехов в изучении иностранного языка, английского языка этим ребенком. И хочу еще остановиться на двух таких современных терминах, прежде чем начать говорить о конкретном обучении чтения в нашем ОМК. Тоже такие часто теперь не слуху бывающие термины, как hard skills и soft skills. hard skills – это все традиционные предметные знания, это та базовая кондициональная грамотность, которая всегда была целью нашей школы и, естественно, и остается этой целью. И мы видим то, чему мы должны научить детей в примерных программах, это те планируемые результаты, которые они должны достичь в той или иной виде речевой деятельности. Это и в кимах экзаменах, демоберсии различных мониторингов, где указаны, какие знания и мнения проверяются во всех видах речевой деятельности. И второй вид skills – это soft skills. Мы понимаем, что настолько быстро сейчас происходят изменения в развитии нашего общества, что те знания, которые дети получают, очень быстро устаревают. И, конечно, на первое сейчас план выходит и то, как дети умеют эти знания пополнять, как они умеют учиться, как они умеют применять эти знания в практической жизни, то есть насколько функциональны эти знания. И к soft skills можно прежде всего отнести умение непрерывно учиться, получать как раз эти новые знания и их планировать, как их получать, уметь корректировать путь по тому, как они стремятся к этим знаниям и получают их. Умение общаться, слушать, слышать других, анализировать, сравнивать, соотносить, оценивать, то есть мыслить критически. И высказывать свое мнение, аргументировать его, работать в различных группах, с партнерами, в команде и так далее. Это очень тоже важные знания. И если, допустим, сравнить с компьютером, то можно сказать, что hard skills – это hardware, то есть это железная часть компьютера, а soft skills – это software, то есть программное обеспечение, которое невидимо, но без друг друга они существовать не могут. Так и в нашем теле. Естественно, базовые знания очень важны. И давайте посмотрим, каким же базовым знанием мы должны обучить наших детей в области чтения согласно примерным программам, которые сейчас функционируют. Итак, выпускник начальной школы научится соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом, читать слух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения, соответствующую интонацию, читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале, и читать про себя и находить необходимую информацию. Во второй классе основное внимание уделяется чтению слов-предложений и главным образом слов, то есть мы делаем акцент, естественно, на технической стороне, хотя техническая содержательная сторона друг без друга существовать не могут, но все-таки на начальном этапе, конечно, очень важно обучить детей технике чительной. И здесь мы знаем, что существует традиционный подход, это тот подход, к которому привыкли большинство учителей, работающих, работавших по нашим учебникам российским. Это подход, когда мы от буквы к звуку идем к слову и к слову, и вы помните, как мы это всегда делали, мы сначала называли букву, то есть давали ей название буквы, затем мы ее озвучивали, то есть говорили, какой звук она может давать. И у нас тоже в учебнике есть, конечно, такие упражнения, которые обучают детей именно этим способом. Но надо помнить, что этот способ хорошо работает тогда, когда можно опереться на правила. Мы все-таки начинаем обучать детей не по правилам, во втором классе, хочу подчеркнуть, что это именно на начальном этапе, во втором классе, а глотальным методом, то есть целыми словами, именно на это существуют определенные причины, о которых сейчас мы и будем говорить. Давайте посмотрим на те слова, которые дети узнают на начальном этапе изучения английского языка. Если вы посмотрите на этот список слов, то вы увидите, что они читаются не по правилам. То есть большое количество исключений, с которыми встречаются дети, с которыми встречаются дети на начальном этапе обучения, как раз и не позволяет нам начинать их обучать чтение, именно по правилам. Я буду обращаться время от времени к цитатам из методики обучения иностранным языкам в традиции современной книги под редакцией Миролюбова, потому что и наши методисты подчеркивают те же важные моменты, которые говорят в пользу того, что именно на начальном этапе детей необходимо обучать чтению глобальными методами. Итак, правила, которые на начальном этапе неизбежно должны носить в общающей характере, оказываются осложненными большим количеством исключений, которые снижают их ценность. И самое главное состоит в том, что в этом случае графический образ слова запечатлевается осознанием учащийся как целостная орфодрамма и узнается по его критическим точкам. И правилосообразный состав слова при этом не осознается. Вот почему решающим при освоении слов является запечатление из целостного образа, говорится в этом учебнике и, в общем-то, подтверждается практикой. Действительно, если в испанском языке, во французском языке, в немецком языке можно опереться на правила, то в английском языке это достаточно сложный процесс. И недаром, в общем-то, очень много существует стихотворений и различных высказываний по поводу орфографии английского языка. И вот английский, немецкий лингвист Макс Мюллер, живший в XIX веке, назвал английскую орфографию национальным бегством, что, в общем-то, понятно. Если мы будем говорить о других причинах, которые тоже говорят в пользу того, что детишек маленьких нашего возраста, нежного, начиная с 7 минуты до 10, обучать надо именно этим способом, это их так называемая правополушарность. Ну, мы, конечно, знаем, что мозг работает как единое целое, но все-таки ученые обнаружили, что у детишек, начиная от их рождения и вот где-то примерно заканчивая возрастом 9-10 лет, доминирующим является развитие именно правого глушария. А правое полушарие отвечает мне, отвечает как раз за синтез, отвечает за восприятие действительности целиком, глобально, видит целое. И для ребенка этого возраста как раз естественно воспринимать действительность ее как раз целостность. Есть еще одна причина, и это то мышление, которое диктуется как раз современным восприятием мира нашим поколением из-за этого так называемого клиповое мышление современных детей. То есть, когда они информацию привыкли воспринимать в усеченном виде, в виде коротких сюжетов, в виде ярких картинок, в виде эмоциональных образов, то есть, они воспринимают как иногда сравнивают как fast food. И поэтому презентация слова, образа слова графического целиком, когда они воспринимают, это то, к чему их восприятие готово. Еще одна причина это то, что английский язык относится к группе аналитических языков. То есть, отношение между словами выносится за пределы словопоры и происходит как бы специализация труда между основными лексическими единицами и служебными словами в предлоге вспомогательные глаголы. И поэтому именно лексически значимые единицы остаются фактически неизменными по форме. То есть, слово не меняется. Фактически, если мы посмотрим пример английского языка слева и русского языка ставят то, мы видим, что в английском языке предлоги меняют отношения между словами for, to, with, without, то слово my и слово friend остаются неизменными. в то время как в архитектурных языках, в русском в частности, вы видите, что происходит изменение окончаний и, естественно, слово целиком восприниматься уже не может, потому что оно меняет свою форму. И вот интересно такое наблюдение, что дети билинг, которые изучают два языка, например, английский и русский, когда они переходят к изучению русского языка от английского, а английский весь мир читают целыми словами, то они начинают переносить эти правила восприятия слова целиком на русский язык и тут что происходит? Они начинают глотать окончания, потому что окончания меняются и они не узнают. И вот этот способ чтения целыми словами к русскому языку не всегда бывает применим. Вот если сейчас попробуйте прочистить два небольших текста, то, несмотря на то, что буквы там перепутаны, вы в общем-то текст этот воспринимаете совершенно адекватно и это опять-таки подтверждение того, что мы читаем слово целиком при его каким-то определенным значимым моментам мы ориентируемся на начальную букву, на конечную букву, на длину слова, на какие-то еще такие ключевые позиции. Мы воспринимаем слово целиком и часто бывает, когда подменяют одно слово другим, в контексте мы можем этого просто не заметить, для нас это не важно. И вот то, что мы в некоторых случаях традиционно пытаемся детей научить по правилам чтения, вот именно на начальном этапе, в общем-то получается, что совершенно не соответствует их и физиологическому развитию, и их современному восприятию мира. Я просто хочу зачитать одну цитату, которая показывает, насколько для детей это может быть и болезненный процесс, когда мы начинаем обучать их читать по правилам традиционным. Исследования речевой и графической психомоторики вскрыли, что традиционный вербально-фонетический принцип обучения чтения расшленяет неделимый звукоречевой код на искусственно составленные фонематические элементики. И установлено, что такая методика не только глубоко закрепощает речевую психомоторную свободу, но и формирует устойчивые патологические звукоречевые комплексы и вводит ребенку специфическую психоэмоциональную и речевую моторную напряженность. Это слова Владимира Филипповича Лазарного, который руководит специальной лабораторией в общем-то основан на направлении нового науто-здорово-сберегающей педагогики. Ну и надо еще, наверное, учитывать то, что когда мы начинали детей раньше обучать, именно по этому традиционному методу в соседке дети были в десятилетнем возрасте, а сейчас мы это делаем немного раньше. Ну вот еще один текст, который уже на английском языке тоже показывает, что мы читаем слова целиком, воспринимаем их. И я хочу сразу как бы предвидеть возможные вопросы, когда нам задают в каком офисе. Вот открываешь учебник ваш, и там сразу все на английский идет. Как же ребенок, который не умеет читать, может воспринимать вот допустим текст той же песенки, которая у нас идет на самом первом уроке let's go. Ну, здесь прежде всего хочется заметить, что очень часто, к сожалению, те, кто задает эти вопросы, не знакомы с книгами учителя и не читают те инструкции, которые даны по тому, как именно нужно работать, допустим, с этой песней. Ну, это общая наша, наверное, такая боль и наш общий недостаток. Мы не любим читать инструкции, мы сразу переходим действия. Так вот, если обратиться к книге для учителя, а я вас приглашаю обращаться к книг как можно чаще, особенно, если вы только начинаете работать с ОМП, с любым ОМП, то там написано, что дети должны в принципе из этих текстов знать и узнавать только слово hello и слово nanny shine и еще представлять себя с местоимением и глаголом I. И я сама преподаю в школе и в начальной школе в том числе, я могу сказать, что это совершенно достигаемый результат и за один урок, и дети это могут делать, если, естественно, работа на уроке поставлена правильно, поставлена так, как она и задумана. И часто тоже задают вопрос, почему же алфавит в фонетическом. В принципе, я уже частично дала ответ на этот вопрос. Настолько большая разница между тем, как буквы называются и тем, как они читаются, что, конечно, детям освоить сразу все правила чтения и соображать, где буква у нас, как буква алфавита, где она, звук, нужно ее озвучивать. Это достаточно сложно. Поэтому мы знакомим детей с фонетическим алфавитом. И здесь, опять-таки, нет такой необходимости, чтобы дети запомнили правильный порядок сразу после трех уроков этих букв, хотя многие это могут сделать, это для многих в общем-то реальная задача. Здесь нам главное, что делать, что объяснить детям. Они должны понять, как соотносится данная буква, какой звук она, со звуком, какой звук она дает. Здесь звуки даются наиболее часто выраженные этой буквы. И опять-таки, если это делать так, как написано в наших книгах для учителей, если следовать той методике и тем приемам, которые там предлагаются, то дети это совершенно нормально осваивают. И вот когда приходит время воспроизвести этот алфавит фонетически те слова, которые иллюстрируют те или иные звуки, у них это все достаточно получается. Что касается алфавита уже буквенного, у нас дается писемка, она просто для знакомства. Здесь мы не ставим своей целью, чтобы дети тут же выучили и алфавит зная, знамена, как называется, буквы. Эта вся работа у нас еще будет проходить в третьем классе, в четвертом классе, когда дети будут вселенаправленно и методично знакомиться с правилами чтения и тогда уже они и выучат этот алфавит в нужном порядке и в общем-то это тогда цель будет достигнута. В принципе, знать алфавит просто ради того, чтобы знать алфавит не имеет никакого смысла и особенно сейчас, наверное, когда у нас и словарита онлайн, дети могут любое слово найти, даже не зная в каком порядке стоят буквы в алфавите, ставить эту самуцель конечно никакого смысла не имеет. Ну и самый, конечно, главный вопрос как же все-таки научить детей читать слова. Опять-таки это целые алгоритмы и, конечно, учителя, которые подходят к этому с какими-то старыми приемами и принципами, вряд ли добьются здесь успевать. Здесь тоже надо следовать тем правилам и тем приемам, которые предлагаются. И я сейчас картинка антажут. Итак, как вводить отрабатывать и сопровождать новые слова? Ну, прежде всего, учитель вводит новое слово с помощью картинки. Он показывает картинку и произносит то слово, которое она иллюстрирует. Это картинки, которые есть у нас на сайте. Я потом расскажу о том, где нужно взять. И картинки могут быть в приложении, если у вас нет интерактивной носки. Это есть плакаты специальные. И вот с помощью как раз тех картинок, которые вы выбираете, вы это слово семантизируете. То есть называете это слово и показываете эту картинку. И дальше учащиеся повторяют хорум индивидуально, причем важно, чтобы это сначала делалось за учителем, потому что здесь, к сожалению, не все дети воспринимают правильно звуки. Им очень важно, многим очень важно сначала увидеть аптикуляцию, они смотрят на учителя и повторяют за ним. Затем учитель проверяет, как дети запомнили эти слова, в произвольном порядке называют эти слова. Я обычно называю слово или соответствует ему картинке или нет, в зависимости от этого дети отвечают yes или no. Дети более продвинутые, те, которые быстрее запоминают разные, знаете, группы называют, дети, они сразу могут назвать эти слова, они сразу запоминают многие. Таким образом проверяют запомнили дети. это слово. Ну вот здесь приведены плакаты, с помощью которых можно пользоваться. Я пользуюсь вот тактингами, это гораздо удобнее, потому что с ними можно различные упражнения проделывать по закреплению этих слов, по закреплению этих слов и по работе с тем, как дети эти слова читают. Есть у нас вот так иллюстрирующие в принципе все лекции второго класса в книге для учителя. Я обычно рассылаю детям, родителям или родителям их вырезают и мы с ними работаем на уроках. как учитель поработал с картинками и со звуковым словом образа, извините, со звуковым образом слова, он обращает внимание на графическое изображение слова, которое напечатано на карточке. Затем карточка прикрепляется на доске и на соответствующие картинки дети уже соотносят графическое изображение с понятием. И дальше уже происходит работа по закреплению этих слов. Там очень много всяких упражнений. Самое такое частое, которое мы делаем, это детям раздаются карточки со словами одним, другим с картинками и когда учитель называет слово в произвольном порядке эти слова называются, выходит по доске ученик с соответствующей карточкой с графическими изображениями словами с картинками и прикрепляет их на доску или просто ставят или читают их. Это еще и хорошее упражнение для того, чтобы дети подвигались в разную инфискультную минутку, потому что одна из характеристик поколения детей в это, что они очень активны, гиперактивны и им, конечно, очень важно двигаться для того, чтобы они лучше воспринимали на тему. Вот такие карточки они обязательно должны быть вырезаны, они должны быть обязательно в работе, потому что если вы напишете просто это слово на доске, то это совершенно не то, чего мы добиваемся, потому что слово должно во время урока постоянно быть в работе, и в работе разные, и это и прикрепленные на доске карточки, и это карточки, как я уже сказала, в работе с картинками, И на следующем уроке наличие таких карточек позволяет быстро провести повторение. И еще много-много раз повторить эти слова в различных упражнениях. Я по-моему, мальчика не жалко скажу. То есть, конечно, вот такие карточки необходимы для чтения. Чтение чтения уж нет успешно. Ну, вот таким образом они соединяются карточкой с картинкой. Идет дальнейшая работа. Вот опять-таки цитата из книги наших методистов. Наиболее эффективно запечатление происходит при одновременном проговаривании слова и его совместивании с значением. В общем-то, о чем я и говорила, это картинка и графический образ слова. Мы открываем учебники и мы работаем с этими словами по учебникам. Дети их прослушивают, повторяют формы индивидуально. И отдельные дети читают эти слова тоже. Вот здесь как раз об этом написано. Учитель еще раз проверяет, как учащийся запомнили слова, используя какие-то указанные выше способы. И в обязательном порядке, конечно, дети работают с аудиозаписью. Такие, согласно лингвистам, данные лингвистам. И учащиеся очень хорошо воспринимают и запоминают мелодию по языкам до 8-9 лет. И очень важно, чтобы в этом возрасте, конечно, они работали с детством. Этого добиваться можно разными способами. Я просто родителям отсылаю ссылку на закачивание детства на нашем сайте просвещения. И добиваюсь того, чтобы дети регулярно с ним работали. Хорошо по помощи родителей. Вот как раз здесь я не прошу делать с детьми, допустим, домашнее задание. И следить за тем, как они их делают. Но как раз за работой с детством, конечно, должны следить родители. И обеспечить детям такую вот работу. Следующая цитата из методики обучения иностранным языком. Наибольший эффект достигается при работе над словом в публикатитном контексте, в котором новое слово имеет ключевое значение. Поэтому в современной методике принята отработка техники чтения, материальных предложений, фраз, все слова, которые предварительно семантизированы. И действительно, если мы посмотрим на то, как происходит дальше работа со словами, которые мы семантизировали и отработали уже с детьми, то это происходит в беседе «Чет-чет». Это как раз такой мини-контекст, в котором дети отрабатывают новые слова. Но в данном случае они отвечают на вопрос «От связь», используя как раз те предметы, которые были введены предварительно. Как это происходит? Сначала учитель читает образец, указывая на героев. Затем дети повторяют хором индивидуальной ответы на этот вопрос. А потом они уже работают в парах. Учитель проходит и следит за тем, как эта работа проходит. И затем предлагают некоторым учащимся перед классом собрать эти диалоги. Продуктивное сочетание тренировки в чтении способа метать цифр раз текстов небольшого объема, записанных на пленку. Это позволяет учащимся одновременно осваивать мелодику языка. И далее, после вот этих мини-диалогов, дети переходят от работы данной леди в сюжетные диалоги, которые записаны на дисках. И уже в каких-то значимых контекстах видят, как эти слова работают и узнают эти слова. Опять-таки, работа над этим диалогом тоже имеет определенный алгоритм, и его не надо нарушать. Но прежде всего детям надо облегчить работу над новым текстом, поэтому учитель обращает внимание, и прежде всего на картинки, которые всегда помогают понять содержание, на картинки, которые иллюстрируют данные. Ну, диалог не совсем правильно называть, это полилог, но традиционно мы его называем сюжетным диалогом. И задает вопросы, ну, вопросы по мере того, усложняются и количество их растет, по мере того, как дети проходят какие-то новые структуры. Ну, вот в данном случае, вот с этим диалогом, с этим полилогом уже дети могут отвечать на вопросы. Who's this? What's this? What color is? Where are they? И вот таким образом они уже подготовлены к тому, что они сейчас услышат. К тому, где происходит действие, кто в этом действии действован, и какие слова они могут здесь услышать. Далее каждому монологу у нас есть задание, учитель объясняет это задание, и учащие все прослушивают запись сюжетного диалога в первый раз, следяя за картинками. Ну, если у вас, опять-таки, я это делаю с помощью доски интерактивной, мы смотрим мультфильм, и дети там знакомятся с сюжетом диалога. Далее учитель проверяет предпринимание текста при необходимости, используя родной язык, потому что, конечно, трудно создать такой интересный сюжетный диалог, основываясь только в особо начальном этапе, только на те слова, которые дети уже знают, поэтому иногда там появляются какие-то новые слова. Ну, как правило, они либо из контекста понимаются, либо детям объясняются, в общем-то, особых сложностей не вызывают. Во время второго прослушивания учащийся в паузу повторяет реплики и хором индивидуально, следя за текстом, и учитель обращает внимание на правильность произношения и интонации. Затем уже отдельные учащиеся читают отрывки с диалогов к разным картинкам. Ну, как правило, к одной картинке развиваются другие учащиеся, в каждой картинке другие учащиеся, потому что желающих всегда много, детей в группе много, и, конечно, дети одни и те же из диалогов читать не смогут. Далее опять обращаюсь к цитате о том, что эффективность изопечтения слов способствует также подключению к кинестезии, то есть письма, и особенно письменного воспроизведения по памяти, играющего важную роль в развитии отерцепции, то есть восприятия. Записи слов со слухой, упрекляющей зрителям слуховой и моторной связи. Очень часто учителя задают вопрос, а пишите ли вы диктанты, а надо ли писать диктанты? И вот здесь я сразу скажу свое «да», потому что, конечно же, во-первых, это помогает детям лучше запомнить слова, а во-вторых, если мы оставим написание диктантов на какое-то неопределенное время, то вы сами понимаете, что эти новые слова, как снежный пол, будут копиться и копиться, и детям потом уже будет очень сложно все это охватить. И за то, чтобы начинать писать диктанты с детьми с самого начала изучения английского языка. Единственное, что это, конечно, должно быть очень щадящим, и, конечно же, детей, которые еще не справляются с этими видами работы, нельзя наказывать, нельзя им ставить отрицательные оценки. И вот в помощь детям и в помощь учителям, которые пишут диктанты и хотят детей хорошо подготовить, я предлагаю вот такие карточки для самопроверки слов. Это идея не совсем маля, она уже здесь несколько переработанная. На каком-то из семинаров я увидела, как английский преподаватель, британский преподаватель предложил вот такую похожую систему заучивания слов. Здесь карточка как бы состоит из двух частей. Вот если вы посмотрите на третий и четвертый столбик, это русский вариант слова и его английский эквивалент. Здесь можно работать по-разному. Дети сначала, допустим, закрывают английские слова, проверяют себя, насколько они помнят, читают, произносят эти слова. Затем меняют, допустим, читают английские слова, вспоминают, что они означают. А вот самая интересная работа проходит, вот, допустим, сейчас, если вот эту линию, по этой линии дети перегибают листочек, то у них остается русское слово и место для того, чтобы дети это слово вспомнили и написали. Вот как они это делают? Я прошу этим заниматься дома. Сначала показываю классик, а потом они этим занимаются дома. Обычно они это делают карандашом. И если они забыли, как пишется слово, они могут посмотреть на другую сторону, перегнутого этого листочка, посмотреть на это слово. И пока они не запомнят, они это слово будут писать достаточно много раз, стирать и писать снова. И вот здесь можно проводить это в виде игры, как мы сделали сначала в классе, когда я их обучала работать с этими карточками. Допустим, каждый раз, когда они подглядывают, как пишется слово, они ставят себе галочку. И задача, конечно, поставить как можно меньше таких галочек, то есть как можно меньше раз смотреть, как пишется это слово. И когда я провожу эти карты, вот очень интересно, очень многие дети приходят с этими листочками, по ним видно, что они там действительно работают. И там и маркеры, и мы как-то так речили слова, которые, допустим, может быть, тяжелее давались. Но я хочу сказать, что эта работа с карточками дает свой результат. И если сначала, конечно, у большинства детей достаточно были плачевные результаты, как вы знаете, у наших детей сейчас очень много проблем с русским языком, то постепенно, по мере того, как они приучились работать с этими карточками, результаты стали достаточно неплохими, и они вообще помогают, эти карточки помогают в работе. Опять-таки их можно найти на сайте нашего учебника. Ну и если обратить внимание на то, что дети наши воспринимают информацию, ну, так же, как и взрослые, все по-разному, то есть для кого-то очень важно визуальное восприятие, для кого-то на слух, а для кого-то это все обязательно должно быть еще связано с движением, то, конечно, очень важно, чтобы вот все эти виды работы и аудирование, и чтение, и письмо существовали вместе. О том же говорят сведения наших ученых, наших психологов. Вот вы можете прочесть, это, в общем-то, данные известные, насколько лучше удерживается в памяти информация, если дети и видят, и слышат, а не просто читают или просто видят. В данном случае наши слова. У нас в конце каждого модуля есть такое письменное задание, когда дети пишут по модельному тексту небольшой слой текст, используя как можно больше слов из нового модуля и структур, которую они изучили, и вот таким образом происходит закрепление материала модуля, а затем, конечно же, или не затем, а до этого еще работа ведется и в различных упражнениях, я здесь просто проиллюстрирую, упражнению на отработку, ну, вот тех же слов, которые мы сейчас смотрели, в рабочей тетради, в сборнике упражнений, там и прописи есть, там и задания. Ну, и обязательно, конечно, возвращаться к словам на следующих уроках. Мы считаем, что дети очень этого поколения, поколения Z, очень привыкли к красивым, каким-то ярким образом, и для этого тоже существуют разные способы, чтобы одно и то же, допустим, одни и те же слова читать в различных играх, различных проявлениях. В данном случае можно поиграть в игру «Code Game», где они тоже произносят. А есть вот у меня на сайте такая игра, где дети соотносятся с картинками буквы. Это можно делать на скорость, это можно делать в группах, и они с удовольствием этим задаются. Это вот различные задания на один слово или разделить цепочку на слова. Это тоже, в общем-то, чтение немножко по другому виду бинго, которое они тоже должны для того, чтобы сыграть в неё, прочесть слова и вычеркнуть те, которые произносят учитель. И игра, которую они очень любят, «Which word is missing?», когда вы вешаете нужные слова, отрабатываемые, и затем просите детей «Close your eyes», они закрывают глаза, и вы какое-то слово убираете, а затем опять-таки даёте команду «Open your eyes», дети открывают глаза и говорят, какое слово было снято. А для того, чтобы они опять-таки какое слово было снято, они его прочистят, почистят, вернее, они должны прочистить все слова и видеть, какого не хватает. Ну, в данном случае слово «Че». Это тоже способ чтения, отработки чтения новых слов. Вот такие кубики, которые можно постоянно менять. Здесь тоже даны команды. Дети читают либо команды, например, ведущий подходит к столу перед классом в парте и бросают этот кубик и отдают команду. Детям «Open your eyes», они открывают глаза и «Sit down», садятся и «Stand up» встают. Это те команды, которые они, допустим, сейчас недавно прошли. Или там может выпасть какой-то вопрос, который они тоже уже знают под сеной, и тогда на него кто-то из учащихся отвечает. Опять-таки те дети, которые выступают в роли ведущих, они должны все эти команды легко чистить. Опять-таки, поскольку мы уже говорили, что очень важны яркие образы, еще раз повторю, то дети с удовольствием тоже работают с презентациями, и эти презентации тоже вы можете найти на сайте просвещения на нашей страничке. Ну, в частности, тоже по тем тем, которые они проходят. «Bigo small», когда всем предлагается посмотреть на картинку и прочесть предложение, выбрать правильное слово. Но это тоже чтение, но это чтение с интересными элементами, с яркими картинками, они это всегда делают. Или, допустим, ну, вот здесь, видите, по мере картинок, увеличение количества картинок усложняется задание. Здесь они уже должны сами заполнить двумя словами это предложение закончить. Или вот, когда они отрабатывают блок can, структуру scan content, они должны почистить эти предложения правильно, и как они тоже это называют, и желание почистить эти предложения, потому что я, какие карты привлекают, «They can climb a tree», и «They can climb a tree too», это действительно позы, которые могут это делать, живущие в Марокко. Такие тоже презентации привлекают, и это уже помогает им читать. Что касается транскрипции, вот тоже многие учителя удивляются, почему транскрипции мы еще во втором классе как бы не вводим так активно. Но вот давайте вспомним, мы уже ввели одну знаковую систему детям, это латинские буквы, которые вообще для нашей кириллицы совершенно не соответствуют. И если мы, опять-таки, вот на этом раннем этапе будем вводить еще одну знаковую систему, транскрипцию, то нам все-таки надо как-то детей беречь и не забывать, что у них есть еще много других предметов, которые тоже представляют определенные сложности. Поэтому что мы делаем? Мы вводим какие-то отдельные уже значки в каждом модуле, но мы это делаем после того, как дети уже научились читать слова, и мы как бы даем им возможность обобщить и сделать вывод самим. А вот как читается, допустим, буквка «и» в таком положении, или как читаются две буквки «и». И вот когда дети уже сами знают, как читаются эти слова, делают выводы, им гораздо это проще, и это гораздо гуманнее, как нам кажется. В втором же классе дети основные буквы сочетания узнают и учатся их читать. Ну, а то, что касается правил чтения, то, в принципе, потихонечку их тоже можно направлять к упражнениям, которые у нас есть в специальных разделах, к учебникам. По второму классу это «first steps to reading», и в третьем и четвертом тоже такой раздел по чтению есть. Вот я обычно это делаю уже к концу года ближе, и задаю детям читать эти упражнения на лето. Также есть и табличка с этими знаками в конце учебника, поэтому если вдруг такая необходимость есть, дети могут к ней обращаться, если учителя посчитают нужным. Ну и в «word list», то есть в словарике по урочной у нас тоже дается транскрипция слов. Ну и что касается обучения по правилам, то мы к нему приступаем уже в третьем и четвертом классе, хотя метод глобального чтения все равно остается. А это опять-таки связано с тем, что многие слова читаются не по правилам, и чтобы не вводить слова согласно какому-то ограничениям правил, как очень часто бывает в учебниках, то есть набираются слова просто, которые читаются одинаково, но они никак между собой не связаны. Все-таки у нас немножко другой подход, и мы даем тематические слова, и если они у нас не читаются по правилам, естественно, дети запоминают целостно. Это у нас происходит в упражнении, где мы тематизируем слова, это происходит в сюжетной диалоге и в сказке, где тоже слова, как бы даются целиком, дети учатся читать, а не по правилам. Но в каждом модуле у нас уже появился раздел, где мы даем, как это принято, чтение гласных в различных типах слова и другие правила, которые, конечно, необходимо детям уже знать. Это чтение согласных, это чтение сочетаний гласных и согласных, это, поскольку проходим в третьем классе, допустим, прошедшее время, это чтение окончаний неправильных глагов, в четвертом классе, извините, и непроизносимые согласные. Ну и если мы вспомнили, какое количество правил дети у нас изучают, должны изучить, то, конечно, оно достаточно большое, это надо делать с порционными, сразу надо все это изваливать. Ну и теперь просто хочу проиллюстрировать нашими упражнениями, текстами то, как мы достигаем планированных результатов, которые записаны в наших программах. Итак, еще раз вернемся к этим результатам. Первое – соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. Это у нас происходит при введении слов как отдельно, так и позже уже в контексте, когда дети уже достаточно много слов знают, они могут воспринимать уже и новые слова в контексте, песенки, например. Читать слов в небольшой текст, построены на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующие интонатам. Тоже текстов у нас достаточно много, это и тексты из основного учебника, и из дополнительных разделов в диалоге, в диалогическую речь. Мы развиваем таким образом сказка. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном материале. Тексты тоже у нас есть, начиная от самых простых, как вы видите, из двух слов, когда они знают цвет и предмет, и затем уже более сложные слова, более сложные тексты, вы видите здесь. Очень разнообразные тексты, данные сборники упражнений с разнообразными заданиями, как раз теми заданиями, которые очень часто встречаются в диагностических различных работах, и в проверочных работах, так что мы вам рекомендуем туда обратиться. Читать про себя и находить в тексте нужную информацию. Тоже, конечно, достаточно много. Это либо утверждение подтвердителя, сказать, что оно неправильное, либо это true и false утверждение, либо найти окончание предложения в тексте, либо это заполнить табличку, пользуясь информацией из текста. И упражнения тоже. Можно найти много. И в данном случае они тоже имеют очень разнообразный формат. И если подытожить, какие тексты у нас для чтения даются в начальной школе, то это тексты, если брать цель, какую они преследуют, для удовольствия, для воздействия на чувства, эмоции, расширения круглазоров этой художественной литературы, на сказки, комиксы, произведения фольклора, песни, ритмозки, рассказы из раздела по страноведению. Если брать цель информировать детей с целью какого-то воздействия на установке, это инструкции, правила, рецепты, расписания, листовки различные. И для образования дальнейшего, для расширения языковых познаний и предпрофессионального круглазора, то есть для того, чтобы дети пользовались языком, для пользоваться языком, для изучения знаний из различных областей жизни. Это у нас тексты в разделе Funnet School и тексты в будущем уже по специальности газеты и журналы, которые они смогут читать. И если мы посмотрим, какое разнообразие текстов, то вы можете в наших учебниках встретить не только привычные, как бы, такие классические, описательные тексты, которые тоже есть, вот они, и тексты научно-популярные, которые рассказывают очень интересно о жизни животных, эти достаточно материалы. Это и чтение электронных песен, сказки, и народные песенки, и фольклёр, это записки, это рецепты, это правильные инструкции, и различные личные викторины, это дневник путешествий, расписание, рекламные брошюры, листовки, то есть это те тексты, которыми дети встречаются в повседневной жизни, не только дети, но и взрослые. Конечно, быть привычным к этим ктихствам, уметь извлекать информацию, из них это очень важно, и мы этому и учим. Ну и теперь немного времени осталось еще поговорить о том, о каких же планируемых результатах в области письма мы должны достичь, вернее, наши дети должны достигнуть, закончив начальную школу. И здесь вот тоже мы обращаемся к примерным программам. Итак, выпускник научится списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения, восстанавливать слово, предложение и текст соответствуют решаемые учебные задачи, писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения, с опорой на образец. Ну, в общем-то, все, опять-таки, эти результаты достаточно понятны и достаточно достижимы. Итак, планированный результат списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения. Я просто буду иллюстрировать это примерами из наших компонентов, чтобы вы видели, что есть материал, с помощью которого мы достигаем этих результатов. Итак, вот, допустим, одно из упражнений на переписывание текста. Здесь еще дети должны текст переписывать, разбить на парадок и по смыслу. Или вот, допустим, различные упражнения, это из рабочей тетради, из сборника упражнений, где мы должны выписать из текста различные слова, ну, в данном случае, прилагательные или слова по определенным темам, которые они делали, или, допустим, осуществительные о множественном числе, предлоге, слова с непроизносимыми согласными, то есть у нас уже идет правило чтения, правило чтения. Следующий результат восстанавливает слово, предложение текст в соответствии с решаемым членом задачи. Пожалуйста, здесь есть предложение, упражнение на восстановление слова, когда, наверное, самое простое задание, когда дети вписывают просто в негде стоящие. Или, допустим, сложные упражнения, когда они должны расшифровать слово. Ну, как правило, есть какие-то подсказки, или это, допустим, они понимают, что это продукт с помощью формулы, или, допустим, здесь написано, расшифруй слова, запиши в таблице с переводом, есть перевод, они тоже могут сориентироваться по этому. или, вот, допустим, такие word search сложные, где они ищут слова. На восстановление предложения, это может быть проверка того, как дети знают строй утвердительного предложения, допустим, вопросительного предложения, или когда они проходят структуру headboard и hasboard, они восстанавливают предложение с помощью вписывания правильной формы этой структуры. В данном случае проявляется, знает ли, мы проверяем, знают ли дети правила правописания слов за главной буквой. Восстановление текста, допустим, из рабочей тетрадки упражнения, здесь они должны вписать нужный цвет глядя на картинку, или вот в упражнении из учебника они должны поставить по смыслу нужное слово, восстановить текст таким образом. Ну, вписывать слова в текст, вы тоже знаете, что это очень часто упражнение дается в различных проверочных и диагностических работах, у нас тоже таких можно много найти в упражнении, в частности в сборнике упражнений, или, допустим, поставить главу в правильную форму прошедшего времени, это когда мы отрабатываем по ссылке, тоже восстановление текста с помощью правильной формы главы. Ну, и что касается написания по образцу картописного за разбежного друга, у нас тоже начинается с самого простого дети учатся правильно обращаться, правильно заканчивать письмо, вот на таких простых упражнениях во втором классе в сказке про мышек письма пишут, и вот заканчивают уже достаточно большим письмом, которое они читают и разбирают, а затем по аналогии пишут письмо своему другу. И достаточно много таких тоже упражнений, можно найти сборники упражнения, где детям даются шаблоны для написания писем, и постепенно учатся писать уже самостоятельно, но предварительно, конечно, ознакомившись с моделями, с образцами. Электронные письма тоже мы учим писать, это наша сегодняшняя жизнь, хотя это тоже отходящие, наверное, прошлые электронные письма. И открытку поздравительную с Новым годом Рождеством и Днем Рождения тоже мы учим писать, у нас есть писемка на Вик-Крисмесе, с которой они берут важные, нужные поздравительные слова, умыши на Вик-Крисмесе и оформляют открыточки. допустим, шаблон у нас открытки с Днем Рождения, которые тоже они вписывают имя того, кого дарят эту открыточку и учатся писать праведное поздравление. Ну и, конечно, дети не смогут выполнять все эти упражнения, если мы их не научим графики, каллиграфии, орфографии. И здесь тоже возьмем те планированные результаты, которые записаны в примерных программах в этой области. Что дети должны уметь? Пользоваться английским луфометом, знать последовательность с буквами, вы уже видели, как мы это учим, сначала начиная с литического луфомета, потом уже переходя к луфометному. Должны воспроизводить графические и каллиграфически корректно все буквы английского поютно полупечатное написание букв по стандарту требуется, чему мы получим. Применять основные правила чтения, орфографии, читать и писать, изученные слова английского языка, я вам показываю, как мы это делаем с помощью специальных парточек, и отличать буквы от транскрипции, тоже у нас такие упражнения есть. Ну вот иллюстрация того, что я сейчас сказала, как мы эти результаты с помощью каких-то упражнений учим писать в рабочей тетради и заглавные маленькие буквы и есть у нас прописи в сборнике упражнений, есть упражнения по остановке по алфалитным слов, то, что дети должны делать, есть у нас упражнения на то, чтобы дети соотносили к транскрипции и таких упражнений достаточно много и в учебнике, и в рабочей тетради, и в сборнике упражнений, например, такие, вы видите, когда дети вписывают вместо слов транскрипцию соответствующую, или наоборот, транскрипцию ищут слова в тексте. Ну и вот я вас хочу пригласить в свою страничку, если вы еще там не были на нашем сайте, учебный экран в детской фокусе, где вы можете найти все те материалы, о которых я говорила, там есть карточки для чтения, для всех модулей, пожалуйста, там есть карточки для самопроверки ко всем модулям, всех учебников, там есть достаточно много различных дополнительных материалов и игр, и песенок, и различных чантов, talking, flashing cards, которые помогут детям в интересной форме, ярко закрепить тот материал, который они проходят. Там есть презентация, но если поручить, то вы можете прочесть на этом слайде, что там можно на этом сайте найти. Пожалуйста, пользуйтесь, я буду только очень рада, если это как-то поможет нам в работе. Вот как выглядит в общем-то эта копинка, банк этих данных, вы нажимаете нужный класс, и вы видите, там все собрано под заголовками, карточки со словами, берете по модулюм, разделы My Letters, это то, что мы сейчас проходим, если вы пролистаете, там будут и песенки, и презентации, видео, все это согласно модулям, которые вы проходите, вы можете найти. Сейчас я посмотрю вопросы. Если русский не родной язык учеников, как учить английский, ну, наверное, так же, как у тех, у кого он родной. Вы знаете, мне очень трудно отвечать на этот вопрос, там, конечно, есть свои какие-то сложности и тонкости, и здесь, наверное, не скажешь за одну минуту. Скажите, пожалуйста, почему задания в учебнике сформулированы на русском языке, а рабочая тетрадь на английском? Вы знаете, это было требование сам ПИНов, поскольку рабочая тетрадь не рассматривается, а учебник всячески штудируется, то не дали такое во втором классе рекомендацию. Что я могу сказать? У нас есть перевод всех инструкций, если вы посмотрите в учебнике, и поскольку задания все время повторяются одни и те же, то с помощью этих инструкций можно их перевести, а потом дети уже запоминают, как и что делать в каждом упражнении. Скажите, пожалуйста, как работать с диалогами во втором классе? Она в общине формируется у всех по-разному. Совершенно согласна с вами. Конечно, все у всех по-разному получается. В этом-то сложность нашей работы и в том-то искусстве учителя, чтобы как-то сделать так, чтобы все дети научились чему-то. Сейчас, конечно, у меня уже время вебинара заканчивается. Все подробности о том, как работать с любым заданием в учебнике или с рабочей тетрадью. Они все есть книги для учителя. Книгу для учителя можно найти бесплатно, скачать на нашем сайте, опять-таки на нашем страничке. Пожалуйста, читайте внимательно. Там все просто досконально, поэтапно описано. И как с диалогом работать, и как с песней работать, и как слова водить, и как с чат-чат работать, и как работать с сюжетным диалогом. Обратите книги для учителя. Действительно большой помощник. Если после того, как вы с ней познакомитесь, там что-то будет непонятно, пожалуйста, обращайтесь. Просвещение можно написать на моем и мне всегда передадут ваше письмо. Ссылку на сайт. Она будет в презентации, да, пожалуйста, вы можете. Если вам быстро нужно найти, можно просто погуглить Let Me Share, так называется мой отдел, разрешите мне поделиться Let Me Share, и он сразу открывается и вот так себя еще что-то быстрее выйти к себе же на сайт. Если не изучали стартер, стартер не является обязательным компонентом, мы не рассчитываем на то, что изучает стартер. Стартер просто был дан для того, ну, существует для того или для тех, у кого есть возможность начать обучение с первого класса, и, как правило, вопрос с этим детям немножко, наверное, полегче будет, чем остальным. Но, в принципе, это не является необходимой ступенью. Так, все, да, спасибо большое за вопросы и успехов вам. Если остаются вопросы, пожалуйста, пишите просвещение, и вам обязательно я отвечу. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok